Нет, я тебе говорю, нельзя. Просто взялась. Не ты в эфире, а я в эфире. А? Потому что тебя нет? Значит, это не ты в эфире, а я в эфире. Здрасте. Знаете, на улице так холодно. Я сейчас пришла, а вообще... Машенька пошла что-то... Наверное, причесаться. Привет, привет всем. Сейчас Маша придёт. Это я просто случайная прохожая. Присоединились. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Всем доброго утра. Всем доброго утра. Хорошего настроения. Всем всего хорошего. Я нос доила, я что сделала. А когда я тебе давила? Ты знаешь, что сделала? Я тебя давила нос. А зачем ты давила его, Маша? Видно, что с ним стало? Не то слово, видно. Прям очень даже видно. Зачем я это сделала? Ну, это у тебя папа, Гена. Папочка, кто любил давить носы? Блин. Какая же я тупая. Ну ладно. Просто очень. Бывает такое. Привет. Ну просто, я сейчас забыла, что я давила. Я сейчас смотрю, но просто огромные пятна на носу. Это просто страшно. Ну ладно. Хорошего дня. Я хочу есть что-нибудь. Машка, обожаю. Спасибо. Всё пройдёт. Да, до свадьбы заживёт, как говорится. У меня такая же форма, вы прекрасно, берегите друг другу. Спасибо. Что у меня вчера так плохо вечером было? Вот. Живот не болит уже? Нет. Всё нормально. Получше что? Как настроение? Ну, лучше, чем вечером. Вчера я думала, всё. А, и телефон у меня ещё этот. Нормально. Мамочку, Олечку, привет, добру. Привет всем. Всё будет хорошо. Я не достану, пожалуйста, дорогие друзья. Даже если я очень буду хотеть, знаете почему? Потому что я съела его вчера весь. Почему не идёшь на свадьбу Марины Ромы? Почему? Потому что я думаю, что если я шла, то меня бы оповестили об этом. А поскольку сегодня уже 10 число, то понятно, что... Он хоть об этом говорит? Что там мы прям... Да, что об этом вообще говорите? Правда. Ты что можешь? А, ну... Мам, а как вот сделать, чтобы было видно нас? А меня зачем? Так, я хочу... Ну, это бедем себе сделать сейчас. Я не понимаю, это отсвечивает. Маша, не так отсвечивает. Ты вот как он стоял, так и должен стоять. Да нет, не видно тонкости. Вот у меня засвечено это. Лицо. Ну, это хорошо, что не видно таких тонкостей. Потому что ты такой с носом сделала, и хорошо, что не видно. Ну, вообще, да, просто. Потому что... Надавила я себе, да? Я не знаю, зачем я сделала. А ты знаешь что? Бывает, когда давишь, а на этом месте образовываются еще после этого какие-то новообразования, прыщи, распространяется. Мне, ну, просто какой хвост я красавица просто. Сейчас в эфире они даже родители не берут на роспись. Сами распишутся и все. Машенька, а хватит про это? Ну, еще вот, не важно все, да? Как ходят и турки? I'm thinking about this idea, and... I think that... Машенька, ты хочешь это? Машенька, ты хочешь это есть? Каш овсяной будешь? Нет. Ты хочешь овсяный порич? Порич. Ты хочешь порич? Нет. Ну... Машенька, ты хочешь овсяный порич? Чуть я тоже ничего не хочу. Ой, у меня лицо, бухлотый, нос, картошка. Просто красавица. На моем телефоне просто красавица. Ну, слушайте. Ничего не опухло. Что у вас и нос не картошка. Вам нужно альфон купить, тогда я буду у вас писье королевы. Смотрите, какая у меня красавица. Смотрите, какая красотка просто. Ну, а ты что? Вот если капюшон одеть, то лицо видно. Точно. Вот так буду сидеть. Линочка, привет, как на свадьбе погуляли? Шикарно. Шикарно. Ты и кашу? Ясно, Талия. Здравствуйте, как же вот я и кашу сварил? Да так и ты, Маш, ты звезда у меня. Просто звезда. Что на меня не видно? А, у тебя не видно. А, вот так вот. А, шикарно ощущаю это. Я как человек-невидимка. Ты думаешь, да? Как голый король. Разве бы. Мы не слушаем никого. Конечно. Все, давайте пить кофе. Ты тоже будешь кофе? Да. Ты же пила? Я не пила, а вчера пила вечером. Ты знаешь, что я подумала? Все люди как люди... А, суперфейс, да. Маш. Ты случайно не раздевала? Зато сэкономишь на подарки. Плюс ведь... Ну, я не думаю. Вот умеет поддержать русский народ меня. Ты классная. И так, и так. Солнце вышло, вы представляете? Смотрите. Я, короче, посмотрела на Катю Лесниченко и подумала, вот человек такой молодец, Катя. Так хорошо выглядит. Она, во-первых, до последнего выставляла все фотки, даже из роддома. Выставила сториз, где написала, рожает. И когда родила, сказала, так все просто прошло. И сейчас я смотрю на сториз из роддома. Она выставила три сториз, вот этот роддом. И она такая вообще позитивная. Она говорит, вот у меня сынок здесь спит. Вот тут вот раз, кнопочка, кроватка поднимается. Ходит, широебится уже. Вообще, это нормальный вариант. Не то, что, знаете, бывает с разрывом. Лежала. Ой, я, первого сына. Маму, вот первого сына рожала, первого. Можно подумать их много. И вот она там три недели сесть не могла. Нет, нет, нет. Или месяц. Чертуха не было. А что все будет разрываться? И гипотоническое кровотечение. И все, а потому что врач плохой был. Плохой, да? Ну, конечно, потому что они меня очень быстро. Им лень было в 6 утра. И они решили раз, и класс. Вот соус. Я тебе-то на маленькую чашечку. Ну, ты себе маленькую возьмешь. Я у меня все, я такая. Слушай, у тебя на руки еще даже. Я большая, и мне нужна чашка большая. У кого такие большие зубки? Мань, ты какой-то уставшимый будешь. Маш, ну ты чего? Мимо-то сыпешь, все. Руки трясутся. Смешно. Потому что мокрая была. Я рожала, чуть не умерла. Тоже врач попался в рот. Ну, блин, ты разве? Да. И у меня сестра рожала, Юля моя. Ее вообще закрыли в комнате. Это было 13 января. И сказали, ну ты здесь полежи пока. А у нее схватки начались. Пока не родишь. И она вот лежала двое суток, пока. Можете? Вот подождите, я просто сейчас вам покажу. Ну че? Мама вот налила. Смотрите мне, да? А знаете, почему? Там вот жаль не передает кружка. Но там даже, знаете, четверть нет. Ну я вам так скажу. Потому что Машинка, когда пьет по второму разу кофе, она наливает полный бокал и просто оставляет. Она, ну и кажется, что она хочет, но на самом деле она не хочет. Платно надо рожать. Так это не факт, вы поймите. Ну я просто не могу вам, к сожалению, не сказать. Платно или нет, я бы вам тоже рассказала сейчас. Ну нельзя. И вы бы нам всегда вообще поняли, что бывает. Да. Ну бывает нельзя рассказывать. Вы были в Красноярске, отдыхали? Мам, ты в Красноярске отдыхала? Вот где я не отдыхала, в Красноярске. Правда, не была. Вот там не было что-то. А Красноярске-то далеко где-то, да? Нет, не очень. Там не было. Я вот просто знаю на своем примере, к сожалению, совершенно страшном, что платные роды это... Маша, ты на своем примере не можешь знать, просто ты знаешь людей, которые платно могли угробить. Ты сама что-нибудь можешь? Нет. Ничего не могу. Дорога! Километры! Машу, ты с мамой в Турцию не решилась. Ну слушайте, я-то ждала все 14-го числа, никуда не летела. А сейчас-то думаю, ну раз уж так, то можно полететь, че. Вова, у тебя лицо просто полное отчаяния. Подожди, я же его кормила. А он забыл. А на закусочку дала я твой помидор черри один. Так он забывает, что его кормил. Ты забыл, маленький. Он у него сколероз большой. Маша, нам надо сегодня расписание. Я тебе сейчас как? Дам по жопе! За что? За что убила бы? О, Лёва пришел. Свадьба не будет, свадьба будет. А у них свадьбу будет? Вот хотели... О, Вера пришла. Да, вы хотели с Ливаном поехать в Сухум. Кстати, Лёва пришел, спросила. Лёва, помнишь, вы хотели поехать, тебя приглашал, Машу в Сухум? Поедете? А? В Сухум. В Сухуми. Нет, у них теперь Сухум. Так он тебя тоже приглашал. Ну, меня нет. Да. А тебя, да. И тебя. Ты что, забыла? Забыла. Он здесь сидел и приглашал лично тебя. Да ладно, меня не надо. А мы, кстати, можем съездить туда сами. У меня кто-то хочет. Да? Это ошибка. Нет, это не ошибка. Маш, ты не идешь на свадьбу? Нет. Ой, уже хватит. Мам, я хочу есть. Ешь, я тебе кашу сварила. Нет, кашу я не буду. Это унижение меня как личности. Кто кашу ест? Никто? Нет. А что едет? Рыбку с утра. Ну, конечно, рыбку. Еще, знаете, можно блинчики. Может, быстренько сварить, сделать блинчики. Но блинчики, как и пирожки с Олегом, мы уже примерно месяцев 8 мы делаем. Ты забыла? Это мне не интересно. Мама что-то там пошла в холодильник искать. Расскажи, Маша, почему не идешь на свадьбу? Маша, давайте... Вы вообще приказываетесь? А ну так, что мыла на свадьбе. Только что мыла. А я не хотела. Так и что была на свадьбе. Да, 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 да. Все, лимит исчерпан. Ну, это расходила. Что там была свадьба? Сами сходите с Сухум. Приветики. Красотка. Спасибо. Как у вас отношения с Димой и Дмитренко? Честно, каждый день переписываемся. Просто. Маш, ну ты что? Он мне пишет. Доброе утро, родная. Когда же ты придешь на проект? А я ему пишу. Котеночек. Как только... Продержитесь еще немного. Сразу говорю, подержитесь еще годочек. Родите второго. И тогда приду я. И там будет вот так вот... Туду-туду-туду. Мессия невыполнима. Оля рожает второго. А Дима просто в ворота вводит меня и говорит, Ребят, я... Представляете, какая сильная любовь. Четыре года я ради проекта прикидывался, что люблю Олю. Сделал двоих детей, чтобы наконец-то заработать деньги на квартиру. Ну, не заставят родить второго. Это же всем понятно. Ты сейчас что тут, Америку что ли открыла? Вот. И представляете, у нас любовь практически как у Ромео и Джульетты. Нет, тогда, если они родят второго, у них же уже получится... И вот начнется. Не дом, а дом Рапунцель. Я захожу... Там же всех их много. Я захожу, и мне будут все говорить, ах ты, сука, двое детей. А он будет говорить, а это любовь. Маш, вы здесь мечтательница. Это если бы я об этом мечтала, то я бы себя сейчас выкинула с балкона. Машуль, да, я не иду на свадьбу, потому что решила, что нужно деньги сэкономить, как бы, семейный бюджет. Лучше на эти деньги в Турцию слетать, чем дарить эту сумму. На меньшую ли способна, а, так сказать... А что все смеются? Мам, что, блины будем ждать? Нет, нет. Ты и особеннее. Я буду блины есть. Я тебе сейчас клянусь, а вот я тебе сейчас возьму в рот и съем. Маш, на свою свадьбу когда ты пойдешь? Ну, если я пойду на свою свадьбу, то такая свадьба мне нахрен не нужна. Я планирую, что меня туда вывезут, привезут на лошадях, на карете, на Панамере, на Ламборджини, на Майбахе. Челюсть не вставляй, а то ты ей даже говорить уже начинаешь. Маш, у нас столько денег сегодня с тобой, кстати. У нас сегодня столько денег. Мама блины сделает. Я в Макгрегор. Так, Макгрегор и кто там был второй? Хабиб. Хабиб и... Маша, главное, что ты думаешь. Так, после свадьбы, конечно, поправилась. Да нет, я надела капюшон, чтобы свет не отсвечил. Передай привет Марине Колесниковой. Я передаю огромный привет Марине Колесниковой. Конор и Хабиб, да. Мали-приколистов. Макгрегор и Хабиб. Конор и Макгрегор. Блядь. Я все перепутала. Это был Конор, Макгрегор, Хабиб и... Опять забыла. Короче, память она такая. Красавица, как всегда. Конор и Хабиб, все, все правильно. Рада закупен их. Просто безумно, кстати. Оль, а нужно, знаешь что? Показать немножко, как ты делаешь блины свои потрясающие. Не надо, ты не надо. Что мне, что показывать? Маш. О, а здесь-то видно нас. Я же немножко, пару блинчиков. Маш. Вот ты знаешь, здесь у меня было все. Я сначала делаю густо, а потом разбавлю и будет хорошо. Сначала, чтобы не было комочков. Так, раз, 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 раз. Мам, рукой быстрее работай! Быстрее работай рукой! Мама, яйцо одно или два? Яйцо одно. А моя сестра вообще делает без яиц. Нет, шикарно. И для меня все равно получаешь. Машься, второй подбородок. Ну, хорошо, что не третий. А что-то они как-то стоят. Ну, конечно. А ты знаешь, Маш, если стоят, можно сделать оладушки. Вот тогда они на масле получаются, а ты не любишь. Давай блины. Поэтому сейчас, вот я сейчас. Я хочу блин. Ну, сейчас я должна уже постоять. Я сейчас выйду отсюда. Ты поорешь? Маш, ну ты нос так основательно надавила. Он просто весь в красных прыщах стал. Зачем ты это сделала? Откуда эти тапки, мам? Их в музей можно сдать. Они мне самой нужны. Зачем я их музей буду сдавать? Мне кажется, их возьмут. Может, и возьмут, но они мне самой нужны, говорю. Я очень люблю эти тапки. Мамочка, ты была на концерте серебро в 2011 году? На чем? На чем? На чем концерте? Серебро. Серебро. Кто это? Не знаю. Но ты была на этом концерте? Нет. Я была на прошлом конкурсе Чайковского. На всех турах. Ты такая страшная, мам. И на этом конкурсе. Вова, сидеть. Представляете, вот так повезло. Откуда у тебя этот мяч? Мама, зачем ты такая лента? Мячу. Вот расскажи, веревка эта огромная. Потому что, чтобы не усолить тебе мячик, он сам берет его в рот. А чтобы хозяин не брать, Я делаю наряженки. И как-нибудь. Облевать сейчас у меня будет от них. Ну ты не будешь так дарить. Жирный? Нет, я буду. Будешь? Да. Сейчас еще молочка добавлю. Маша, извини, но ты реально шиза. Ой, ну что, а почему вот такие диагнозы? Психиатры даже не всегда рискуют ставить первую встречу. Даже с десятой, мне кажется. Они до последнего думают, что что-то можно исправить в этой жизни. А вы вот так берете и говорите. Да, правда. Вот такие смелые. Вот и все. Мам, скажи, а вот этот мяч на ленте, это зачем? Может, он не только на ленте, он еще с твоими волосами почему-то. А потом он не может выкатить все это, твои волосы. Так, ну все. Сахар будем класть? Да. Машу. Молочка еще добавлю. Или водичкой разбавить. Как тебе лучше? Что подешевле будет? Мне не подешевле. С чего ты будешь есть? Так, ну. Погода за окном плюс 27. Ты знаешь, а я сейчас была, мне показалось. Это показалось. Так, ну что, соду кладем немножко или нет? Что нам? Надо, чтобы они... Чуть-чуть можно, конечно, щепутить. Ну все, давай, я сковородку кладу. Здорово. Да. Машу-ка, клею сковородку. Там есть специальная блинная, маленькая. Блинная? Да. А это что, не годится? Ну, может, и клея. Давай на этой. Она розовая. Все, я хочу блин. Дорогие друзья, сейчас посмотрим, что же у нас получится. Спроси, все соду кладут или не все? Нет, давай соду не будем. Почему? Вот из чего, из каких соображений ты? Спроси, соду все кладут? Я тебя, не тебя спрашиваю, а подписчиков. Да и вы что, я не умею блины делать. Вов, вставай, пожалуйста. Ты собака... Машу-ка, ты что тут делать? Одно яйцо положила, ложка сметанки, пол пачки реженки. Марина, не идешь? Нет. Опять. Брови огонь, спасибо. Кладут, говорят. Да. Ну давай не будем. А чего? Ты из каких соображений не будем? Так, давай-ка я положу. Отведи. Чего ты на этом смотришь? А ну-ка, покажи, как ты меня скопировала. Давай. Похоже? Давай, 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 делай так. Видишь, так? Ты так хочешь. Рассапи губы, естественно, делай. Как тебя зовут? Ну, вообще, Маша. Мария. Ой, Боже, что ты моя. Вы загибали меня свадьбу, дорогие друзья. Это неактуальный вопрос. Да, просто не... Я больше не могу на него отвечать. Ну, не отвечай. Я плевать будет. От сода. Смотрите, мама химична. Я хочу ее загасить. Чего там? Ну, не в уксусе. Я буду блины есть с сахаром и со сметаной. Маша, как планируешь провести этот день? Ой, у нас полно. Планов много, но думаю, что буду лежать. Да, вчера у меня тоже было. И смотреть фильмы. Да стучаться до небес, пролетать. Да хватит, хватит, Маша, уже надоело. Ты последний фильм какой смотрела? Про что-то там. Кстати, такой сериал интересно стала смотреть. Да, да, расскажи. Про двух людей, которые хотят спасти свой союз. Которые собрались к психологу. Я вам расскажу, как он называется. Он очень крутой сериал. Сейчас забыла. Пока. А? Забыла? Слушайте, я делилась, потому что я думала, что если свадьба, то это на 200% будет. Это же не, не знаю, там, не поход в ресторан какой-то. А с кем мне делиться, если не с вами, с другой стороны? Я вот делюсь со своим там мамой, но это же не факт, что это будет. Ну а как мне делиться? Что, все в себе как, я не знаю, в могилу что ли уносить знания, желания, мысли? Ну вы меня просто, вот зачем вы издеваетесь на меня? О, блин, готов первое. Нет. Шутишь? Очень интересный фильм записал режиссер из Кабардино-Балкарии. Маша, он был у Дудяна передачи, гениальный фильм. Машинка, хочу тебе сразу сказать, что первый блин я буду класть... Мама, у тебя очень лицо серьезное, у меня страшно. Как будто ты пришла в МГУ продавать философию. Ты знаешь, вообще, как тебе ученики не боятся? Сегодня купил, не могу отлипнуть, а главное, что у него состав очень хороший, у этого паштета. Нет, даже были. И ничего не понимаешь. Слушай, да ты не переживай, здесь никто ничего не понимает. Была в храме Матроны Московской. Конечно. Это вот мы где записки, да, оставляли? Даганки были. Ну, туда мы, конечно, все время ходим. Маш, ты ревнуешь маму к брату? Наоборот, не ревнует. Маши не ревнует. Что на ревнует? А, спасибо за вчерашний ответ по поводу сына бокс. Ой, я сразу тебе говорю, что вот у меня родители загружали по полной. У меня консерватория, скрипка, три языка, музыкальная школа, конкурсы, философия. И я им за это очень благодарна, потому что чем больше у тебя знаний, чем больше ты занят, тем, понимаешь, ты более таким, вырастаешь человеком духовно богатым. Поэтому я думаю, что тебя дети за это только поблагодарят. Знаешь, детство моих девочек, которые были во дворе, и мое, когда я смотрела на них с четвертого этажа, играя на скрипке, думаю, было более богатое. Решили вопрос с Хроминой. А что нам с ней решать? Она, так сказать, не на тех напала. Она думала, что у нее что-то выйдет в этой жизни, но, к сожалению... Маша, язык распустила опять. Очень. Ну, дорогие друзья, я в меня вынуждена завалить свое «е», потому что я учу язык, знаю, что из иностранных. Ой. Я учил немецкий, английский, французский. Пошли вопросы про квартиру. У нас все по кругу. Квартира своя, не своя, Хромина, Марина Африкантова. Когда же я рожу, спала ли я с Дмитрием, он же лох, он же Дмитренко, он же Рапунцель, он же, так сказать, несмельный участник Дома-2. Тебя пригласили на свадьбу? Нет. Ты моя красотка. Катю Кольсиченко поздравила однозначно. Я вчера первая ей написала, когда она еще не родила, но я уже поздравила. Я думала, что она родила, перепутала. Ну-ну-ну, серьезно? Да. Твоя любимая комедия. Ой, а я даже не смотрела никакого, мне кажется. Да, в Москве, к сожалению. Дурдом полный. Ну, а где не дурдом? Где не дурдом, вот скажите мне. Кого? Маш-детектор честный, конечно, нет. Ну, все. Все делается так, как нужно в рамках шоу на сегодняшний день. Да. Нравятся футболисты? Ну, у меня было два футболиста. Это Гриценко и Андрей Денисов. Он же Штрих. Он же миллионер. Он же бывший. Он же Денисов. Ты в Самаре или нет? Ну, как вам ответить на этот вопрос? Тебе надо эфир сразу начинать с этих ответов. Так, почему не идешь на свадьбу? О, вот это прям, вы знаете, вы сейчас... Вот это новый, новый, неожиданный вопрос. Это вот человек реально думал, что он сук и задаст. Потому что он только сейчас вошел в эфир. Еще не знаю, что до него 500 ты уже тысячи давала. Везде дурда у меня согласна. Почему ты сегодня такая дерганая? Слушайте, я всегда такая дерганая. Маша, что мама готовит? Мама пытается пожарить блины. Сейчас я вам покажу. Прошу заметить, два несостоявшихся футболистов. Это да, это я даже... Слушай, ну это не... Блин, это бита. Что это? Пита. Что это? Лепешка, как вы знали, практически пита. Маша, первый я тебе не предлагаю, потому что он смазал. Его даже, его даже человеку, которого ты ненавидишь, не стоит предлагать. Покажи толщину блина. Просто толщину. Ну это примерно как пирог с капустой делается. Ну где-то миллиметр. Два. Три. Почему ты лёта? Я не иду, потому что я не хочу тратиться на подарок. Это слишком у меня подрасчитало. На эти деньги лучше отдохнуть. Не, ну пойти, ну подарить там... Сколько, ну... Тысячи долларов там, да? И что? Лучше на них отдохнуть, правильно? Пусть пожалеют, что не позвали. Сейчас в этот момент. Вся жизнь перед глазами пролетит. Маля 9. Вова, гулять. Лошара. Маша, ну нам попали блинчик. Хватит, да? Да? По половинке, я думаю, что... Знаете, если бы мама у меня тут готовила как кулинар, она бы мне была не нужна. А чего нам и там? Ну там говорят, что ты не очень. Блин, и не очень. Что делать? Да, вы же на вкус их не пробовали, ребята. Еще хуже. Я не делаю красивыми, я не делаю. Я просто их для еды. То есть ты по этому же принципу, когда меня рожала, да? Не для красоты, а для жизни. Ты по этому. А для себя, да? Ну да. Маша, и можно я буду мазать их маслитом? Да я уже... А! Все, сгорело, плита нахер. Ну что ты сделала? Мам, ну ты, конечно, портишь имущество. Это же не наше все. Не может разобраться все. Кнопочки жмет, жмет, бедный чусь. Как и на айфоне. Вова уже старый. Блин. Не дай бог последнего мужика посею. Так. Машка, все, кто нас обсуждает, заберет наши проблемы. Благодари каждого. Ой, спасибо. Хотела сделать себе... А-а-а! Все, я поняла. Я могу это сделать. Что именно? Там, оказывается, винтик надо развинтить, открыть. Да что ты у меня тут не работает, но я его почуяла. Маш, что делать, если муж Вова звонит другим бабам? А зачем им звонить, скажем им? Да. Может, он по работе не звонит. Ну, ты звонит, это ладно, не трахать же. Ходи трахать тоже. Надо разобраться в эту ситуацию. Красавцы мои. Просто красавцы. Мамой, прокомментируй выражение. Что за ебанашки в трансляции? Все хуй сосит. Я вообще не понимаю, что это такое. Идем мне маму табуреткой. Просит. Сейчас я заблокирую. Да, вот эта машинка надо заблокировать. Я прям, вот даже, видите, не хотела, но заблокировала. Нет, это просто ужасно. Ну, просто правда, совсем уже люди ориентир теряют. Ну, что это такое. И думать, что это вообще... Ну, давай, Семь, блинчик. Ну, что тебе, да, тебе бери. Ну, я не могу ввести тарелку. Пишки. Маленькие, красивые пилочки. Маму, гос! Маш, сейчас ты еще раз так зайдешь. И будешь доделывать сама. Зачем сводишь через телефон? Я на тебя смотрю. А вот на доме 2 камеру, говорят, всегда направляйте. И ты хоть куда прячься. Невозможно спрятаться. Нет, они как прилипают, если они не... Ну, все. Ну, просто кошемар. Мам, ты богиня красоты. Угу, это... Прикол, ну, лучше, чем предыдущие. Этих не глупит. Мамуль, говорят, что ты молодец. В смысле? Ну, блин, получился. Да, нет. Маш, мне вообще не важно, какие они по красоте, понимаешь? Они очень вкусные просто, и все. Крупничок, крупничок. Крупничком берем. Чего? Тебя не надо, крупничком меня не надо. Морщины мои показывать старые вообще. Давай фильтр включу, хочешь? Нет? Машенька, почему Марина с Ромой не пригласили тебя на свадьбу? Вот это новый неожиданный вопрос. Вопрос, кроме Капаклы, к нему вопрос. Почему? Марина, я думаю. Ну, и к Марине тоже. Вы им задайте это вопрос. Правда, вот это... Я заебалась на них отвечать. Да, я уже и тоже. Я уже вчера плакала везде. Сколько можно переживать из-за этого? Может, ну, правда хватит. Маш, ну что, можно я маслом смажу блин? Да, я уже есть сейчас начну. А блин, можно масло? Или лучше сметану тебе? Нет, я сейчас беру сметану с сахаром. Выберите с сахаром. Все, давай давай. У нас сейчас дорогие друзья, думаю, конечно, простите, но я начинаю из блин со сметаной. Ты с сахаром. Возьми себе тарелочку. Я беру красивую тарелку. На. Вот эти гладки. Для сметанки, на. И сейчас буду есть блины с сахаром. Вот у меня сметана. О, ну, царская. Да. Так, а вот сахар. Он в банке из-под протеина, так сказать. Давно я уже не ела сахар. Ну что, попробуем мамино произведение искусства, собственно говоря. Блин выглядит божественно. Берем в рот. Вначале в сметанку его опускаем. Потом в сахар. Нам. Мам. Очень вкусно. Мусор. 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 А теперь вопрос. А что нам речь? ребят это можно реально счастье кончить я не люблю блины закрою люблю только сладкие знаете а когда моя сестра выходила замуж но мы на второй день ели все блины с черной крови да да представляешь и там на свадьбе ко мне как бы хотел ну как это сказать и танцевать меня приглашал все и хотел вообще чуть кто ну какой-то там знакомый их семьи а он был заведующей базы но тогда у меня уже был папа ну как вы с ним встречались целовались уже и я дорогие друзья свадьба будет но без меня к сожалению блин ну ладно плаца которая готовила к марине на свадьбу оденут май может я себе делаю если будешь нам еще будешь нам сколько 5 я не делала много сегодня мам посмотрите ваша говорит какой они толщины отойди я покажу вот они вообще никакие видите вот они просто просвечивают блинчик блины едят и на свадьбах и на поминках и просто символизирует как круг жизни а кстати даже это вот моя подруга написал который на сумку дарила помнишь но вообще блины просто едят тут кто любит блины можно есть просто мам ты знаешь тебе не кажется что я немножко много есть стало маша пересобачил со всеми подруги достались а с кем я пересобачил у вас ложные сведения маша подержи пожалуйста держи не надо показывать я просто хочу на это блин я больше не могу через рука заболела без тебя без тебя какой сегодня день недели среда вы знаете я человек необыкновенно добрый порядочный роскошный таких как я нет зачем меня у меня плохо какой кошмар все плохо о валера пришел это наш муж валер это наш муж новый он же бэтмен души но уже муж валер у меня твоя фотография валерочка здрасте свадьба у вас была обалденная и и знаете я еще все подходила знаете что там было на свадьбе там стоял автомат который вот шоколад льется такой горкой красивый помните я лежала клубника я подходил время отременем окну и иисус шоколад ну-ка всю ну ты весь фонтан съела вам ну не весь прям а зачем ты весь фонтан съела вот вы знаете кто это с одного раза я там поменял цвет у них короче стал автомат из которого вот видите я вам покажу с другого ракурса выпадала фотография я вот одела парик рыжий вот валерий и екатерина значит еще есть вот такая серия фотографий хотя в себя поверил очень сильно еще вот такая серия мама а я какая красавица мам а я даже не знала об этом как шикарно она женой стану как она может быть шла к этому сколько лет но это правда счастье вы же подруги смотрели что случилось тебе идет смотрите мама значит мне дала два блина с горем пополам третий а посмотрите маме мама себе сколько положил просто штучек наверно 20 до ну конечно откуда там 20 марш мама ты в себя что поверила да мне бы сейчас эту горку со свадьбой фантаста все было вкусно рыба когда была вкусно рыба ужас жирная и стремная я да ну вы конечно вот умеете умеете огорчить с утра зачем вы так делать кто будет свидетелем в марине вместо тебя ну это мои сушки но вот в этой колонке подберем я думаю что вам бирать свидетелей если бы я выбирала я бы выбрала себя а а так конечно я не знаю вам ушел из дома моего отпустились поводка ли он не будет ушел давай я думаю тарелочку на если бы то есть не там сейчас эти виду блинчики немножко сидишь от блинчика дам будешь хорошо себя вести в огонь сейчас положу тебе блинчиком сметанку могу сейчас вот сейчас у литву 2 можно мы то он но это живого гавка вкусненькая коля бубончик мой бобоня олюлюся боня бобоня моя спасибо что машина на руки взяла тебе благодарности у тебя нет как у всех мужчин собственно говоря у кого у кого улыбнись улыбнись молодец еще раз давай мужика покажи ему же будет плохо маме мы только собачий корм можно капельку дала я ему чем много дала не то что я ему дала там вова подзасалит но кто в нашей жизни не подзасалит слегка это же невозможно ну тут по делу на его не могу же быть раз в месяц раз в полгода ну чё ты обманываешь тогда входим на стрижку тогда и моем его конечно день каждый день мой лапочки ему мне вы знаете хочется взять и как обнять вот как обнять а он сука рычит вот думаю заведу собаку чтобы могла его тискать чтобы могла его и знаю вот так и прижимать к себе а он неженка вырос понимаете ваш секс есть но у нас стране есть да у нас сейчас с этим стал нормально даже через раньше говорили я бы сказал помнишь какое-то было интервью кого добрали по телевидению у нас нет секса не могу найти общий язык с мамой и бабушкой что делать я думаю что это их заслуга что вы не можете найти общий язык вот с мамой а сколько раз его так все мама больше мы с тобой не общаемся она мне как-то и все игру ну ладно мам разбалован он это мама его разбаловала он когда жил раньше только со мной то он тише воды ниже травы ему говорила сеть садись и он уже писался от страха я так детей понимаю глаза на выходе до машинка давно эфир ну узнаете время со мной летит незаметно какие планы на день выжить знаете что поразительно что маша с ним вообще очень хорошо ну слегка его вот так вот это если я так делаю он молчит а тут он просто выкобенивается укусил меня сволочь почему рома и марина не пригласили вот это новый вопрос конечно мамой твоя версия чего почему рома и марина меня не пригласили на зону а что не пригласили я первый раз слышу да я была сейчас на улице с вами и молочко покупала прям ветер так прохладно давайте ставки делать пригласят отвлекали его мать стопку блинов уже мам ты съела все точно вдаль филах а что такое вточила съемок могла проглотила что больше всего цели шлюзих порядочность честность так дорогие друзья а что девичника у нее не будет может уже хотя бы что-то так дорогие друзья а раньше уже это неуважение но я уже улетаю поэтому даже если пригласят то я уже улетаю я думаю за четыре дня уже могли бы позвать вот реально они спрашивают а что мы будем сказать не задавайте мне вопросы нет надо сказать читайте сначала там три миллиона задали вопрос ну сколько можно что издеваетесь над нами мы же переживаем что вы смотрели не общаетесь а я знаю земля как переживаю я лучше спала реально маша же самой неприятен этот вопрос уже потому что задаете миллионный раз как бы я сейчас ответила но не хочу я бы сейчас очень круто ответила на этот вопрос но боюсь когда вместо машины на что-то отвечали то после этого не заканчивается с кем-то отношения а мы правда не накручивать вот я и не накручиваю да что вы привет она так что там написано а я считаю вы с большим приветом мать у всех она просто прикалывается машка да конечно понимаете я вот тоже вам хочу сказать вот вы задаете вопросы а марина к свадьбе готовится она должна всех родственников помидеть там же чем-то с мамой был на ее сейчас не помню поэтому потом вы задаете вопрос маша ну разве маша может знать что творится в голове другого человека но она этого не может просто вот ну реально но не может знать не может знать пригласит не пригласит или уже там же свои мысли на все ну правда опять задавить этот же вопрос я бы очумеваю так она просто вот и вот вот там спрашиваете вы в самаре не но как в самаре вы же видите где мы в одном и том же месте когда в этот эфир в самаре у нас по но на стене красиво очень висит и там а вы бы увидели что мы там видимо что да ничего не произошло ничего абсолютно спасибо наташенька я вас уже знаю очень хорошо так смотри комедию какой какой как девушка без девушка без комплексов да так подожди еще потом мне посмотрите девушка без комплексов надо я люблю кинокомедии очень вот знаете тут написали очень точно очень точно а кто еще кто еще отказался еще не поняла кто только что машинка ходила на замечательную свадьбу можете такие люди хорошие сам невеста была красивая муж у нее просто замечательный вот бывает же повезет и невеста красавица и родственники все приехали бабушки приехали там была свадьба замечательная очень красиво было все потому что свадьба она должна запомниться если просто даже расписывайте люди мне кажется это немножко не то ну так я блины почти доела два осталось два но они в масле я смазал сковородку маслом поэтому машет очень не будет тогда или за бортом тоже классно очень так что там пишите а маш кстати собирался на передачу давай поженимся что там они хотела пойти то ли предлагали ей то ли что хорошо я зайду свой эфир у меня телефон бы только свой как бы иметь телефон свой тогда бы я зашла и в эфир свой все машу ли сейчас придет ну а машу ли на минуточку отошла блины дел да тоже делали блины ну хорошо вот она идет машулька мы не поменялись я просто носом вот так ты живу давишь нещадно я тебя отвечаю зачем ты выключил у меня большую большой но тут ты его уродуешь вот он почему он такой большой не надо его уже был маленький хватит есть мам ну вот ты знаешь не посластил немножечко сейчас немножечко ты ведро сахара выделил сколько можно есть не фигура и вообще человека любят не за фигуру не за внешность а то что у человека внутри вот за это любит иногда смотришь идут ничего особенного там ли в нем или в ней но за что-то любит но ясно не за внешность его посмотрела без тебя машинка петь не надо но нет так нет и мне говорили знаешь он настал год какой-то я учусь съел три блины опять хочу это плохо дело а теперь меня завтракаешь не это все вытразила два персиков стану потом еще что-то еще что-то поэтому учусь у тебя не могу остановиться в кровати лежит нож у меня вчера руки чистости позвольте вытащить на чашку кофе в катались по ночной москве до час 30 слушать и ты меня не взяла кто это моя подруга она мне крем купила еще миксит ты бы точно пошла я бы точно с тобой пошла точно прям стопроцентно так все равно на них получил до 4 по моему нет в 5 25 обижаешь я бы полюбила бразильские сериалы ты слушай да их смотрела еще с бабушкой когда мне был год или сколько там но не год может лет 15 я знаю до сих пор всех режиссеров санта-барбара нет ты мне не стесняйся звонить я знаю режиссеру бриджел добсона джерол добсона режиссер санта-барбара еще смотрела клон еще смотрела там я вам она еще смотрела селеста ой я поняла откуда у меня фантазии то я смотрел я же выросла на сериалах но покажи покажи что это про меня говорите вы конечно скажу что ты говоришь вот сейчас скажу я тогда сейчас уйду и больше не это шантаж это шантаж большой так че еще смотрят мам ты какой сериал смотрят мне очень нравился сериал где кого-то закопали а он оказался жив у него были приступы эпилепсии я не знаю это такой был сериал потрясающий его закопали потом раскопали блин кто же это был а я смотри мин в законе потом смотрю про яковлева каминская учета может смотрим двадцатый год победы мне это все нравится еще замечательный сериал у нас потом смотрю роман как его роман георгиевич зовут его ну неважно мне тоже очень нравится потом для это какой-то где там седой артист такой седой натурально смотрится кормилиту смотрела нет были насмотрела где кого-то закопали живьем помнишь солидат солидат я вообще первый раз слышу машет и сам посмотрел великолепный век бандитский петербург что-то из этого бригада кармелита что-то смотрел великолепный век я смотрела и причем след смотрел несколько след ну конечно смотрел я все это смотрю ну особенно вот я люблю детективы читаю детектива сейчас читаю знаете синий лабиринт обалденный совершенно вот у меня сейчас книги рабыни зауру смотрела ну а вы знаете что рабыни зауру и у нее же что-то лопнуло то ли стекло то ли что у нее все глаза же были поражены и делали колоссальную операцию вот этой актрисе какой который играл рабыни зауру так все нам казалось что у них косят немножко глаза у нее просто реально там дикий ангел смотрела воронина хороший сериал линочка аронина ой нет нет знаете я люблю вот когда четверка там шикарная 4 сваты что ли мне очень нравится маша не видно же вот он не давай защищает думает что вашим не обижает волчка на не пишет она какой-то еще был какой-то сериал я сладочи люблю что смотрит такой прикольный там шеликой король смотрела ой но это я обожаю анжеликой король это мой любимый когда богатый тоже плачет смотрела богатый тоже плачет ну что-то я не вспомню ну видимо я помню а санта-барбару ты смотрела мэрисон сиси и кэфу ну может кто же не смотрел в россии вообще кто не смотрел заново сейчас где-то показывают опять но он уже перебор 20 лет смотреть и роженизал 10 раз помрешь пока раньше-то люди по-другому же татьяна день смотрела мухтар ну конечно все это смотрел татьяна день что-то врешь-то к чему-то я буду чтобы закончили все 10 секунд вот вот и сейчас это все